В текущем году водоснабжающее предприятие города Донецка выполнило серьезную работу по замене водопроводных сетей. На 130 улицах города было заменено порядка 22 километров коммуникаций. Основные такие улицы, которые мы выполнили работы, это улица Майская, более полтора километров сетей. При помощи городского главы выполняются работы. Это в Кировском районе поселок Гурмаш 11, улица Натуралистов, прокол под улицей. Поселок Гурмаш теперь обеспечен со всех сторон водой. Раньше, находясь на склоне, вода подавалась только снизу, теперь вода подается сверху и снизу. Теперь этот поселок, который жаловался на отсутствие воды летом, этих проблем не будет. Водоканал накрыл около 3000 колодцев, было отремонтировано порядка 500 пожарных гидрантов и 65 установлено заново. Было отремонтировано 400 задвижек разного диаметра. Но самое главное, что было сделано в уходящем году, это реконструкция одного из крупных водоузлов города – Мушкетовского. Заменено оборудование и усовершенствована диспетчерская. Теперь после всей этой реконструкции водопроводный узел дает порядка 250 тысяч киловатт электроэнергии экономии после нашей программы по его усовершенствованию. Главным приоритетом 2014 года также будет являться внедрение технологий, которые позволяют сэкономить не только покупную воду, но и электроэнергию, газ. Все, что происходит для жизнеобеспечения города Донецка и горводоканала. Предприятие с этого года тесно сотрудничает с Мировым банком, который уже поддержал идею предприятия полностью модернизировать водоснабжение Куйбышевского района города. Будет модернизирован полностью Куйбышевский район, не просто какая-то часть, а все, что связано с водой, с водоснабжением Куйбышевского района. Предварительная сумма, на которую нам даст кредит Мировой банк – около 37 миллионов долларов США. Сейчас уже начаты работы по усовершенствованию Кировского водопроводного узла. Его тоже ожидает масштабная модернизация. Не менее важно, что в следующем году предприятие попробует во время хлорирования использовать вместо хлора гипохлорид натрия, который более безопасен для организма. Многие говорят, что хлор, который мы пользуемся для обеззараживания питьевой воды, это якобы устаревшее, но мы идем в ногу со временем и будем переходить на гипохлорид натрия. Хотя город Донецк, точнее сказать водоканал, один из первых в Украине, который применил гипохлорид натрия в Куйбышевском районе. На данном этапе работает только одна остановка. Чтобы дальше устанавливать во всех девяти районах, нужны средства, и не маленькие. В новом году затратить на реконструкцию сетей города планируется порядка 5 миллионов гривен. Будет заменено порядка 23 километров коммуникаций на 118 улицах города. Также директор водоканал обратился к гражданам быть бдительными. В конце года снова участились случаи мошенничества, когда распространители фильтров работают от имени предприятия. Опять обратилась женщина и сказала, что у них на улице было собрание граждан, что в Донецк городоканал рекомендует устанавливать их фильтры, так как вода плохого качества. Донецк городоканал ни с кем не работает, ни с какими фирмами, и никаких рекомендаций никому не даёт. И чтобы люди сами думали, что они покупают, зачем они покупают, и какие фильтры им устанавливают. Донецк городоканал благодарит всех потребителей, кто идёт в Новый год без долгов заводу. И отмечают, что общий долг населения был снижен на 2,5 миллиона гривен, но всё равно составляет 53 миллиона. Ника Пиманова, Александр Худалий, Первый муниципальный.